Саламас Тармак Курмятта Отандастар Здравствуйте, уважаемые соотечники! В сегодняшний эфир я хотел бы посвятить бизнесу, потому что это чрезвычайно важно, потому что в предпринимательстве у нас занято несколько миллионов человек, и если ситуация по бизнесу будет плохая, то под угрозу будет поставлена работа и жизнь нескольких миллионов человек прямо, не говоря о том, что это в целом повлияет на всю страну, потому что бизнес формирует налоговую базу у страны, они платят налоги при организации рабочих мест, дают миллионам рабочих мест, эти деньги поступают в бюджет страны, а в свою очередь бюджет страны в состоянии оплачивать заработную плату врачей, учителей, военных, полиции, выплачивать пенсии. То есть фактически именно бизнес предпринимательства формирует бюджет страны, и на эти деньги содержатся, между прочим, сам Назарбаев, чиновники, президент страны Такаев, премьер, абсолютно все содержится на деньги предпринимателей, потому что именно они формируют рабочие места, именно их компании, предприятия платят налоги в бюджет страны, и на эти налоги делается все. Дороги в нашей стране ремонтируются, образование детям дается, финансируются медицинские учреждения, то есть все. То есть вы понимаете, что такое бизнес. Я в этой связи хотел бы показать значимость, значимость бизнесменов, как определенную прослойку людей, которые создают национальный продукт нашей страны, они продвигают фактически наше государство вперед, или наоборот, если предпринимателей нет, то это все приводит к тому, что страна откатывается назад. Многие из вас, люди моего возраста, кто-то помладше, наверное, хорошо помнят, что такое Советский Союз. Но мы тогда не знали, что вообще существует другая форма управления. Мы говорили о общегосударственной собственности. Частной собственности как такого не было. Землю выдавали в пользование. Ну там частный сектор строил, если свои дома на этой земле, ну имели свои дома какие-то, землянки и все прочее. Жилье было государственное. И были, конечно, немножко кооперативные квартиры, но их вообще там ничтожная доля. Квартиры были государственные, нужно было лет 20 стоять в очереди, чтобы получить квартиру. Но это не факт, что ты бы получил бы. Дефицит жилья, дефицит всего. Ну я даже простой приведу пример, когда мы студенты, затем в более взрослом возрасте ходили в эти столовые, а эти были такие общепиты столовые. И каждый раз ты заходил туда, в эти места, ну скажем так, с определенным чувством отвращения. Ну во-первых, потому что, как правило, вилки были грязные, ложки, ну они жиром были покрыты. Салфеток, как таковых, не было. Еда была такая, или плохого качества. В общем, все плохо было, одним словом. Но если ты был недоволен, то для тебя была книга жалоб и предложений. Ты мог писать каждый день тоннами книгой жалоб и предложений, но в реальность ничего не менялось. Даже Советский Союз при Горбачеве придумал так называемый знак качества. Что если вот качественный товар, то значит все, вот там стоит знак качества. Но реальность была такова, что в очереди, в первую очередь наши граждане становились за импортным товаром, давали сверху доплату, и называлось это получить по блату. Ну в общем, вот жили мы в такой экономике, и я помню, когда в начале 80-х годах я был студентом, и нас повезли на сельхозработу убирать зерно. И вот ракеты летают в космос, все прочее. Мы, подъезжают эти машины, так называемые военные полубортовые машины, ГАЗ-6, и привозят зерно, и нужно зерно там лопатами деревянными сгружать вниз, и потом зерно там все это очищается, идет, вытягивается, уходит на леватор и так далее. И я тогда, молодой человек, возраст 18 лет, недоумевал. Слушайте, говорю, страна ракеты в космос запускает, что мы не можем выпускать грузовики, которые просто вот зерно поднимают, кузов поднимает, зерно сыпется вниз, мы одеваем противогазы и лопатами гребем это зерно к трубе, чтобы она вытянула. И опять задавал вопрос, а что? Это очень сложно сделать, чтобы это зерно вот так вот механически двигалось и подавалось в трубу. Все время ходил и недоумевал. Мне было 18 лет, но я был опытный человек уже, потому что я вырос в селе, мы с детства, с 7 лет, постоянно или убирали свеклу, или собирали яблоки, или резали головку лука, семенной фон, так называемый, формировали. Ну то есть, я человек из села был, но, знаете, когда ты как тебя водят за ручку, что называется, иди там работай, здесь подними, здесь отрежь, это одно, а когда ты уже становишься взрослым человеком и слышишь об успехах страны, все время думаешь, ну как это так? Почему? Почему ракеты летают, такие простые вещи страна не может сделать? И потом видишь, что обычные зерноуборочные, так называемые машины, когда с одной кучей зерно перемещаешь в другую, чтобы она не стала влажным, не проросло, каждый раз это зерно так по кругу перемещается. Так вот, так называемые, не зерноуборочные, а машины, которые по перегрузке этого зерна, я посмотрел, 36-го года, я был поражен. 36-го года, это было в 80-м каком-то году, в 81-м, 82-м годах. Вот представляете, насколько мы технологически были отсталая страна, как Советский Союз, ну и собственно и сейчас отсталая. Мы же не имеем вообще своих самолетов, их не производим, нет у нас своей машиностроительной продукции, мы не производим одежду, ничего. Я для чего все эти примеры показываю, чтобы мы все осознавали, где мы были и где мы находимся сейчас, и как это все преодолевалось. преодолевалось определенным слоем людей, которые по своей природе предприимчивы, и они все время хотят изменить, сдвинуть, заработать. Да, человек должен зарабатывать, он за свой труд должен получать вознаграждение. Так вот, вспомните, обычные вот эти столовые, кафешки, но так было, молодежь, наверное, даже не поймет, что, чтобы кто-то их сейчас зашел в кафешку, тебя и встретили, улыбаются, сажают, салфеточки, на тебе, пожалуйста, быстро карточкой рассчитались, если ты недоволен, то ты можешь, тебе заменят этот продукт. Более того, если там будет качество плохое, никто не будет ходить, и эта кафешка разорится. А в Советском Союзе это было бесполезно, ты мог что угодно, головой биться об стенку, и вот стоит это, общепит, там тебе бельмени какие-то стандартные, там еще что-нибудь, ну все ужасное, да? Как все это было преодолено? Когда в начале 90-х годов ситуация в стране была действительно критическая, Советский Союз развалился, и нынешнее руководство в лице Назарабая вообще не понимали, и сейчас, к сожалению, не понял, что же делать? Что же делать, как вообще спасти страну? Тогда люди и сами себя спасли, и спасли, в первую очередь, предприимчивые люди, которые, ну искали выход, долбились, ну например, сейчас вы же не можете сказать, что кафешки, рестораны, маленькие столовые, они плохие, плохие вы пошли в соседние, то есть у вас есть выбор, вам не нужно никакую книгу, жал, предложение писать, потому что, все это уже сделано, а за счет чего? За счет частников, этих предпринимателей, бизнесменов, которые конкурируя с друг другом, пытаются заработать, сделать какой-то продукт, чтобы привлечь клиентов, фактически за счет конкуренции, создали инфраструктуру, кафе, рестораны, в нашей стране сейчас, есть все, и вы что думаете, Назарбаев что ли это создал? Это создали те самые люди, которые думали над этим, хотели заработать, искали выход, как изменить свою жизнь, и вот я теперь таких примеров могу много привести, когда в 90-х годах был дефицит, вообще вот никакие товаров невозможно было купить, и кто тогда обеспечил страну товарами, самыми разными, это предприниматели, при том предприниматели были разные, были более-менее, последствия стали крупными, мелкими, но мы все начинали с нуля, вот я вышел, жил в общежитии, поселке Латал, в 30 километрах от Алматы, каждый день у меня на транспорт туда-обратно уходило в среднем минимум 3 часа, ну вы знаете, наверное, из сути ядерной физики, поселок Латал, я жил там в общаге, так вот, я оттуда рос, и вот представьте себе, что в 90-м году я жил в общаге, а 90-о приблизительно в 5-м году, через 5 лет, я вошел в число крупных бизнесменов страны, и не один, там у нас была целая плеяда, и что мы делали, мы поставляли разные товары, весь дефицит покрыли, мы поставляли одежду, мебель, обувь, вообще же все развалилось, и нас таких было много по всей стране, а вспомните, так называемый челночный бизнес, это что, государство разве делало, это люди сами делали, разве государство какие-то условия, тогда какие-то создала, ну, в лице Назарбая, опять же, нет, люди рванули в Китай, в Турцию, в Польшу, привозили товар, продавали, и фактически через, ну, буквально через несколько лет, рынок полностью насытился, что появилось, появилась одежда, появилась мебель, появились общепиты, так называемые кафе, рестораны, появились гостиницы, слушайте, в советское время, это вам, наверное, молодежи трудно понять, невозможно было, вообще, даже если у тебя есть деньги, вот прийти с улицы, сказать, я останавливаюсь, хочу арендовать номер, нет, дефицит, я, будучи научным работником, приехал в Харьков, и там рейс застрял, мне остановиться негде было, то есть, у меня были командировочные деньги, и так далее, я ходил по гостиницам, все места забиты, мест нет, и ночевал в вагончике железнодорожном, удалось найти плацкартное место, ночевал там, не умыться, не собраться, ничего невозможно было, это советский союз был, но сейчас же этого нет, кто это сделал, а что думаете, Назарбаев бегал, создавал отели, привозил товар, это делали предприниматели, и вы, в основном, через какое-то короткое время, увидели, что страна изменилась, но она изменилась, не благодаря усилиям, Назарбаева, а благодаря, инициативе, этих предприимчивых людей, как мы называем бизнес, и вот давайте, смотрите, бизнес, создал, много, всяких, кафе, ресторанов, поставка у разных товаров, техники, то время, в нашей стране, мы вообще, я впервые в жизни, увидел, что есть видеомагнитофоны, в возрасте 27 лет, ну, заработал деньги, и купил, черно-белый, советский, видеомагнитофон, который только, вот можно было, по блату купить, или за большие деньги, мне было 27 лет, сейчас дети, уже, что называется, рождаются, и на их, на глазах, вот они могут увидеть, что угодно, вот мы так жили, и все это, сделали, те самые предприимчивые люди, а вспомните, челноки, что делали, тогда, челноки, именно они, завалили товар, товарами, китайскими, турецкими, польскими, разными, привозили все подряд, вспомните, это в истории, видео можно много найти, что этот груз на себе, тащили женщины, имели детей, и так далее, но оказалось, что женщины, очень предприимчивые, они тащили семьи, мужья, занимались, какой-то обычной, своей текущей работой, и женщины на них оставляли детей, ездили в эти страны, таскали гигантские баулы с этими товарами, вы помните этот момент? Это люди, которые фактически пробили, пробили дефицит, что-то заработали и стали на плаву, благодаря этим предприимчивым людям, и вот возвращаясь теперь обратно к бизнесменам, я хотел бы напомнить, что в советские годы, когда добывали так называемый миллиард пудов, или 16 миллионов тонн зерна, вся наша политическая верхушка получали орден социалистического труда, туда нагоняли военных, так называемых партизан, партизан, это кто раньше служил, его вытаскивали, отправляли на несколько месяцев убирать зерно, он бросал свою работу, свою семью, могли из Беларуси пригнать в Казахстан, с Украины, составами привозили технику, людей и так далее, а вот представьте себе, а вы сейчас же их не видите, не видите никого, ни военных, ни белорусов, ни украинцев, вообще нам никто не помогает, вы вообще даже толком не слышите, парадные фанфары, вы только слышите осенью, когда предприниматели соберут зерно, и вам голову не приходит, что совсем недавно, буквально в 90-х годах, в 80-х годах, это зерно называли битвой за урожай, кто-нибудь из вас может сказать, что сейчас идет битва за урожай, нет, а как мы собирали хлопок, в Южном Казахстане, я жил в Южном Казахстане, нас детей, 14-летних, сажали в автобусы, на несколько сот километров, гигантское количество автобусов приезжало, нас поселяли конюшни, где вообще ничего не было, солома сверху, мешки, и мы там спали, жили, ели, и в таких условиях мы собирали хлопок, а сейчас вы можете услышать, чтобы школьников сотнями автобусов возили на юг Казахстана, они убирали хлопок, нет, или табак, табак вообще это было, когда я в Алма-Ате работал с сотрудниками, это же представляете, рабство было каждый год, нас в сентябре, в октябре, принуждали ехать, чилик там, собирать хлопок, ой, хлопок, извините, табак, ну, сейчас же вы такое слышите, чтобы сотрудники, предприятия, силы гнали, чтобы они собирали табак, этого нет, правильно? А с чем это связано? Связано с тем, что сформировалось рыночное государство, рыночное отношение, мы ушли от совка, административной системы управления, и все встало на место, встало на место за счет предприимчивости людей, тех самых предпринимателей, бизнесменов. Ну, а теперь, что такое бизнесмен? В советские годы за любую перепродажу, за то, что ты изготовил что-то своими руками, продал, тебе статья сразу, в тюрьму. Если ты где-то приобрел доллары США или импортную валюту, то есть, ну, валюту, иначе говоря, начинаешь его продавать или что-то еще делать, тебя в тюрьму до расстрела, высшая мера. И таким образом, в Советском Союзе убили предпринимательство. Теперь, когда все эти ограничения были сняты, вы имеете валюту, вы можете покупать импортные товары, в Советском Союзе это было невозможно. Вы можете, в конце концов, выехать за рубеж. И в Советском Союзе, чтобы выехать за рубеж, это вообще была песня. Тебе там райком комсомол должен дать характеристику с детского сада, а тебе там партийные организации, потом с тобой разговаривать представитель комитета государственной безопасности, характеристики. В общем, пока ты вылетишь, даже имеешь все, денежные средства, каким-то образом, характеристики, улететь куда-то за пределы Советского Союза было невозможно. Таким образом, представьте, все это реформило вас руками предприимчивых людей. Что такое дефицит, сейчас в рыночной экономике никто не знает, потому что в рыночной экономике дефицита не бывает. Бывает дороже товар, еще дороже, дешевле, но дефицита не бывает в рыночной экономике. И кто все это сделал? Это предприимчивые люди. Люди сами брали свою судьбу, свои руки, боролись и так далее. Это определенный слой людей, которые принимают решения, которые выживают, которые не просят у правительства дай нам что-нибудь и так далее. Потому что от правительства вы знаете, ничего и сейчас, когда деньги, как считается, есть, а тогда тем более бы ничего не получили бы. Поэтому эти люди, предприниматели, они взяли ответственность на себя, начали действовать, и таких в нашей стране было миллионы. И они изменили страну. Вот что такое предприниматели. То есть, вчерашние изгои, которых советское правительство сажало в тюрьмы, расстреливали. Именно они, даже в этом спящем состоянии, когда неожиданно создавались ситуации, когда уже невозможно было идти по старой системе, сформировалось рыночное государство, у многих людей открыли способности, они стали принимать решения. Так вот, это предприниматели, мужчины, женщины, они предпринимали, они предпринимали действия, спасали себя, соответственно, спасали страну. Я хотел бы в этой связи изменить отношение многих людей к бизнесу. У нас же как Назарбаев, собирает предпринимателей и говорит, там, типа, я вам помогал, я вам то, все, теперь вы стране помогите, дайте денег. Такой же разговор как-то был у него со мной. Знаете, я уже ушел в отставку в 99-м году, мы организовали демократический выбор Казахстана, вывели в начале января 2002-го года 8 тысяч человек на улице, я был организатором всего этого, он был перепуган, звонил мне, звонил, в общем, мы с ним встречаемся, и первая фраза, я тебя сделал, я тебе помог, ну, я его послушал, и в связи с тем, что, ну, он хотел понять, мы разговариваем один на один, или нам нужен свидетель, я сказал, нет, нам нужен свидетель, у нас сейчас серьезный разговор, чтобы завтра не было интерпретации, все равно наступит момент, когда тот свидетель, который сидит рядом, он скажет правду, я говорю, вот, пусть Булат у Тимурата будет свидетель, и тогда я сказал Назарбаеву следующие слова, я от вас никакой помощи не получал, вы меня грабили, вы у меня отбирали, ваш дядь отнимал у меня бизнес, я состоялся вопреки вам, это я вам помог, я со своими друзьями создавал бизнес, мы закрывали дефицит, я реформировал энергосистему, я ему говорю, вы ее завалили, у нас такой был разговор, и в чем вы мне помогли, может вы мне какой-то маленький свечной заводик подарили, или какое-то месторождение, все, что я сделал, я сделал своими руками, вопреки вам, и Назарбаев захлебнулся буквально, сидел, молчал, молчал, и рядом сидящему Тимурату сказал следующую фразу, а ведь он правду говорит, я этот пример для чего привожу, для того, чтобы вы понимали, что такого типа люди, предприниматели, они действительно ничего не получили в поддержку от государства, ничего, эта власть только отбирала, вы же помните, создали полицию, так называемую, налоговую, финансовую, они делали налеты, вы предприниматели, слушайте меня, знаете, что к вам приходит санэпидестанция, вас долбит таким районам, к вам приходит полиция, вы создали маленькое кафе, к вам приходят и говорят, мы налоговики или там, мы менты, и вы их бесплатно кормите, бесплатно одеваете, бесплатно решаете какие-то вопросы, дарите им машины, в зависимости от размера бизнеса, то есть, что произошло в нашей стране, эти предприимчивые люди создали миллионы рабочих мест, они не получили никакую поддержку от государств, более того, государство в лице этой политической верхушки долбало их, создало инфраструктуру, полиция и все прочее, которые тоже долбали и долбят сейчас, сейчас тысячи бизнесменов сидят в тюрьмах, потому что они не захотели делиться, или те, кто отнимал у них этот бизнес, посчитали, что с ними плохо делятся, они, наверное, все равно что-то отдавали и позарились на их бизнес и отбирали, вы таких случаев знаете, тысячи и тысячи, и они сидят в тюрьмах, в тюрьмах, потому что Назарбаев создал такую систему, и тех людей, которые построили, реформировали эти государства, сделал все время, ну, как бы, виноватыми, он же их упрекает, мы вам дали возможность заработать, я каждого из вас могу отвезти в суд, взять за руки, вот что мы слышим, то есть, кто такой предприниматель? Это человек, который формирует рабочие места, это человек, который формирует налоговую базу страны, это человек, который дает возможность этим чиновникам работать, зарабатывать, в конце концов, делать свое политическое будущее, эти люди формируют пенсионную базу, потому что вы там работаете, и благодаря тому, что вы работаете, вы имеете возможность производить пенсионные отчисления, понимаете, предприниматели это все, это все, и отношение, поэтому к ним должно быть совершенно другое, они не должны оправдываться, их не нужно упрекать, они такие же граждане, с такими же правами, просто они обладают определенными свойствами характера, которые помогают развивать страну, двигать экономику, строить новые заводы, изобретать, в конце концов, какие-то технологические вещи, продвигать их, мы же совсем недавно не пользовались сотовыми телефонами, эти технологии к нам пришли, совсем недавно мы ездили на ужасных машинах, это же предприниматели притащили все это, жизнь нашей страны, изменили предприниматели, это мы все должны осознавать, соответственно, отношения со стороны государства, отношения со стороны нас всех, к такому слою людей должно быть другое, абсолютно, мы должны понимать, что именно этот слой людей формирует, развивает национальное богатство страны, что если бизнес будет развиваться, значит и жизнь самого государства, его граждан будет совершенно другая, они их нельзя упрекать, говорить, а ты там пожертвовал ли куда-то, а ты являешься ли спонсором, а почему он должен быть спонсором по принуждению, почему он должен заниматься благотворительностью по принуждению, он такой же человек, как и вы, но если вы считаете, что он должен кому-то дарить деньги, займитесь с бизнесом, заработайте, попробуйте, создайте рабочие места, тогда будет понятно, вы поймете, что это значит, благотворительность, спонсор, так далее, это внутреннее желание человека, это вот как выгодит Садаха, часть своего дохода отдал, он может это не делать, но бизнесмен все равно не оденет 100 костюмов на себе, не купит себе 100 квартир и так далее, он эти деньги будет все время вкладывать, улучшать свой бизнес, делать его более доходным, покупать новые технологии, чтобы обогнать конкурентов, чтобы стать таким передовым, что вы понимали, это особый слой людей, и чем больше таких людей в нашей стране, тем более богатое государство, вы посмотрите в Америке, сколько там предпринимателей, миллионы, они новые технологии придумывают, затем эта технология распространяется по всему миру, вот смотрите, айфон, телефоны, это же американцы разработали, они же не только у себя в стране это продают, они по всему миру, весь мир у них покупают, деньги приходят в Америку, эти компании платят налоги своей стране, и Америка богатеет, соответственно, вся страна богатеет, вот такие предприниматели, поэтому я считаю, что мы должны изменить отношения, все абсолютно, и в первую очередь государство считать, что это ценность, ценность, это не просто абстрактно, это ценность эти люди, которые в состоянии двигать страну вперед, ее экономику и приводить ее к процветанию, вот что такое бизнесмен, в этой связи вы же видите на самом деле как выглядит бизнес, их просто унижают, их долбят, их доят, они все время находятся в испуганном состоянии, что завтра придут с проверкой, их посадят в тюрьму, якобы за налоговые нарушения, еще какие-то, вот сейчас кризис, вы сидите дома, кто решает вопрос, будет ли у вас та же самая зарплата, сохранится ли, останетесь ли вы на этом предприятии, ответственность вся лежит вот на этих предпринимателях, которые создавали бизнес, у кого коллектив 5 человек, маленькая парикмахерская, у кого 10, у кого-то 1000 человек, ответственность лежит на них, я по себе скажу как бывший руководитель, который проходил много ситуаций, критических, сложных, когда ты вынужден принять решение по сокращению своего бизнеса, соответственно людей, это мучительный процесс, потому что эти люди, которые рядом с тобой работали, они фактически становятся как члены семьи, ты с ними сидишь, ты с ними решаешь какие-то вопросы, ты вникаешь в их жизненные проблемы, они соответственно тоже делают свой вклад, это такой серьезный коллектив, с которыми вместе встречаете праздники, ездить на природу, отдыхать, это огромная большая семья, и ты вот попадая в такую ситуацию как коронавирус, вынужден принимать решение сократить, сократить, я знаю много примеров, когда предприниматели буквально страдают, мучаются, у кого-то инфаркт, кто-то просто не выдерживает это напряжение, ответственности начинает запивать и теряет бизнес полностью, таких примеров много, не все обладают таким характером и готовы принимать эти удары, а наша страна все время живет в кризисе, вы же помните, Назарбаев говорил в 16-м году, вот сейчас там постепенно, в 17-м, в 18-м, в 20-м году все, в космос уходим, ну где мы в 20-м году, сколько себя помню в нашей стране, каждый какой-то период, все время мы залетаем куда-то и все время пытаемся вылезти, и вот собственно предприниматели всегда стоят на острие этого процесса, еще раз, чем больше предпринимателей, тем больше рабочих мест, тем более богатое государство и соответственно более сильное государство, что мы теперь сейчас должны понимать, мы должны понимать, если мы изменим отношение к бизнесу, если мы будем понимать, что эти люди, предприниматели, это ценность государства, что мы должны ценить, мы должны помогать, тогда все переворачивается, все становится на свои места, а именно, тогда аким областей, городов, глава государства, правительства должно бегать вокруг бизнеса, крутиться и спрашивать, чем тебе помочь, налоги уменьшат, ну покажи, тогда у тебя что будет, здесь люди будут работать, а люди будут работать, пенсионные отчисления, это предприятие будет потреблять электричество, значит производитель электроэнергии ему будет хорошо, потому что он будет продавать свою продукцию, железная дорога будет оказывать услуги, поэтому все должны бегать вокруг бизнесменов, я имею ввиду органы государственного управления и спрашивать, чем тебе помочь, то есть не так, чтобы сейчас как происходит, когда бизнесмен обивает пороги министерств, Акимов, в униженном положении, просит что-то, должно быть все наоборот, потому что именно эта власть подпитывается бизнесом, именно эта власть, все чиновники финансируются за счет налогов предпринимателей, понимаете, когда это все изменится, тогда когда власть будет понимать, что именно бизнес двигает страну и кормит их, в том числе чиновников, тогда все поменяется, сейчас у нас все перевернуто, когда бизнес это как доильная корова и как бы назойливая муха, которой нужно там что-то там ей дать, чтобы она не вякала, вот основная проблема, я думаю, что в этом и собственно проблема глубже, конечно, это проблема политической системе, когда на вершине верхушка они стягивают основные ресурсы страны, сами их распределяют и думают, что они его создали, на самом деле вся их роль заключается в том, что нужно правильно эти деньги распределять, а не присваивать эти деньги, понимаете, поэтому уважаемые друзья, я сразу хочу сказать, я очень хорошо понимаю роль бизнеса, я очень хорошо понимаю, потому что я сам из этого состояния вырос, и я могу сказать, что я видел те страны, которые были в крайней нищете, и именно предприниматели спасли эту страну, если был период, когда ты не осознавал, в начале 90-х годах, ты делал это, но затем ты едешь в другую страну и видишь, как на твоих глазах происходят изменения, у меня просто был пример в Грузии, я в 2005 году приехал организовывать бизнес на территории Грузии, тогда к власти пришел чуть раньше Михаил Саакашвили, и у меня соответственно было желание и позывы помочь стране развернуть там бизнес, создать рабочие места, потому что для меня было ясно, это как бы площадка, на которой нам нужно тренироваться, я в то время финансировал оппозицию, партию ДВК, ОЛГА ДВК, я финансировал коммунистическую партию Казахстана, которая была оппонентом Назарбаева, и я решил полететь в Грузию и помочь Михаилу Саакашвили, помочь Грузии, и, что называется, там тренироваться, чтобы увидеть, как можно изменить страну, когда не давит репрессивный аппарат. Что я увидел в Грузии? Разруха, на улице ходили женщины с Абхазии, как беженцы, в черных платках, улицы были разрушены, люди жили, просто вот каркас стоял металлический, снизу ну как бы бетонные покрытия, и люди там затаскивали коров, овец, представляете, в центре города, где сейчас у них гостиница иверия, так называемая, да, в центре города такие вещи происходили, не было электричества и все прочее, и буквально за два года все поменялось, мы были инвестор номер один, за нами пришли другие, появились гостиницы, пятизвездные и так далее, магазины, рестораны, улицы, ну я просто до этого смотрел, думал, что за разруха, это война была, что ли, а у них действительно была война, через пару лет это был европейский город, с шикарным освещением, при том всем, что у Грузии был дефицит производства электроэнергии, у нас избыток, у них дефицит, у них не было ни нефти, ни газа, ничего, зато там была свобода, зато был там очень энергичный президент Михаил Саакашвили, который собрал молодую команду, ну представьте себе, министр экономики 30 лет, мэр города Тбилиси, которым жило миллион человек 29 лет, я ходил среди этой молодежи, видел, как они реагируют, буквально напишешь предложение, что у вас законы неправильно устроены, через месяц уже парламент принимал закон и наши предложения принимались, я часами сидел с Михаилом Саакашвили, рассказывал, как нужно строить правильную экономику, чтобы у вас было понимание, мы в нашем государстве, точнее говоря, очень много талантливых и способных людей, предпринимателей, экономистов и так далее, и вот когда я прилетел в Грузии в 2005, 2006 и так далее, мы превосходили их по всем параметрам, это невозможно было сравнивать, я часами объяснял премьер-министру, какие отрасли и как надо развивать, и никто не стеснялся, ну, приехал непонятный человек из соседней страны какой-то, и часами рассказывать, как развивать энергетику, как развивать другие отрасли, как нужно строить бюджетную политику, налоговые реформы, я, знаете как, я скажу вам, я завидовал, я завидовал, потому что они быстро реагировали, они вообще у нас взяток никогда не просили, ни долю, ничего, вся страна вот так, они нищие были в тот момент, но она двигалась, и все это изменилось, буквально за несколько лет, два-три года, я был просто поражен, на моих глазах, я прилетал каждый там, месяц-два, на моих глазах, страна менялась, я завидовал, завидовал чему, потому что в конце 90-х годов, в 98-99 годах, у нас в правительстве была целая команда молодых ребят, мы за собой притащили еще, и когда мы приезжали в Россию, Ельцин тогда был у власти, ну знаете, меня министры все спрашивали, российский бизнес, откуда вы ребята, вы как марсиане, вы нас везде обогнали, мы вообще по реформам отстали, это было в 98-99 годах, мы были решительны, принимали решение, вот был таможенный союз, наверное кто-то думает, что таможенный союз только в 2010 году появился, нет, появился, нет, он уже в 94-м году был таможенный союз, и я могу просто сказать, как я как министр принимал решение, если я считал, что пошлину нужно отменить, я принимал решение, шел в правительство, уговаривал, всех давил, мы принимали постановление правительства, и все, отменяли все пошлины, мы даже вообще не ориентировались, что мы находимся в таможенном союзе, потому что Россия, там сидели люди, ну скажем, в тот момент отсталые министры, отсталые премьеры, они вообще ничего не понимали, и мы на этом начали выигрывать, мы сделали налоги меньше, пошлины убрали, у нас экономика раз-раз поехала, если они в кризис 98-го года, когда в августе правительство Кириенко было, у них был обвал экономики, у нас всего лишь на полпроцента было падение экономики, на полпроцента, а они упали там больше, чем на 10%, понимаете, да, и все это произошло за счет умелого управления, потому что пришла целая волна, за нами была волна бизнесменов, и вот я приезжаю в Грузию, я хожу, завидую, я вижу, что ребята вообще сырые, неподготовленные, мы там на 3-4 головы выше их, и наши знания в нашей стране невозможно применить, понимаете, я любил приезжать в Грузию, потому что они быстро все меняли, быстро реагировали, мы там серьезные инвестиции организовали, были номер один инвесторами, меня там Саакашвили наградил одним из высших органов страны, орденов страны, понимаете, и я могу сказать, что ни сам Саакашвили, ни правительство, ни министры, любого уровня, они не владели нашими знаниями, даже более того, я уверен, что и сейчас они владеют в нашей стране, просто более по размерам большая, разные формы бизнеса, поэтому в самых разных секторах мы больше знали, а у них вот маленькая страна, и вот эта разрушенная страна, она стала быстро развиваться, да, она сейчас тоже, у нее доходы не супер высокие, но я вам скажу, это фактически европейская страна, молодежь вся продвинутая, она везде во власть, решение принимает быстро, знает по несколько языков, вообще другая страна стала, меня все время спрашивают, мое отношение к Михаилу Саакашвили, очень хорошее, я могу сказать, да, он не обладал теми знаниями, которые, например, обладал я или мои товарищи, но у него было главное, он был яростным борцом против коррупции, он фактически все время проводил на работу, на работе, он отдавал себя полностью в стране, понимаете, и он сумел собрать молодую команду на всех уровнях, я приезжал в соседние регионы, Абхазию, в Аджарию приезжал и так далее, везде встречали меня молодые руководители, 30-32 года, горящие глаза, у них идеи, Батуми город был вообще, я думал, куда я приехал, ужас, разруха, война там была, вы сейчас посмотрите, во что превратилась Батуми город, это все сделала молодая волна, это молодые предприниматели, которые раскрыли талант людей, я прекрасно понимаю, что мы это тоже можем сделать, силами этих предпринимателей, силами тех людей, которые сейчас называют бизнесменами, которых эта власть гнобит, я это специально вам подробно рассказываю, чтобы вы понимали, что у нашей страны огромный потенциал, что если Грузия, не имея ни нефти, ни газа, ни вообще ничего, сумела из ничего поднять страну, то мы тем более сделаем, но мы это сделаем только тогда, когда будет правильная политическая система, когда будет борьба с коррупцией, когда народ будет вовлечен в систему управления, тогда талант народа раскрывается, инвесторы приходят, вкладывают деньги и все прочее, только благодаря политической системе, которая раскрывает возможности талант народа, понимаете? Вот теперь давайте мы сейчас посмотрим, поговорим теперь о бизнесе. Я такой длительный обзор делаю, чтобы вы понимали, насколько важно отношение государства, самого народа к бизнесу предпринимателю. Итак, смотрите, я сейчас что вам озвучу. В нашей стране различных предпринимателей, малые, средние фирмы, там ИПшки и так далее, они обеспечивают работой, работой более трех миллионов человек. Это более 35% активного населения. Теперь смотрите, что получается. Получается сейчас, когда страна встала на карантин, когда страна, сидящая фактически на одной наркотической игле, на нефти, цены на нефть упали в 6 раз, в 7 раз, как угодно можно сказать. Цены сейчас на нефть таковы, что мы работаем в убытах нефтедобывающей компании. Все это привело к тому, что сейчас под угрозой около трех миллионов человек, которые могут остаться без работы. Это разные сферы. Это я вот вам сейчас скажу. Цифры я здесь собрал, конечно, они ужасающие. Я думаю, что правительство Такаева владеет этими цифрами. Ну раз я владею. Другой вопрос, какие решения не собираются предпринять? Вот смотрите. Сейчас, значит, что получается? Вот 3 миллиона человек, они работают в сфере услуг. Торговли, обслуживания. Это ремонт, парикмахерские, салоны красоты, туризм, частный транспорт. Ну перевозчики, вы понимаете, такси частные. В торговле 30%, в строительстве 16%. И вот сейчас несколько миллионов человек остались без работы. Страна на карантине. И у основной массы нет накоплений. Вот 42 500 тенге, вы понимаете, досталось какой-то небольшой части населения. Теперь что получается? Теперь получается, что во время карантина предпринимателям говорят, ну, мы вам налоги не говорим, что вы сейчас заплатили, мы вам даем отсрочку. Или там какие-то налоги до 1 октября сократили, ну, что они будут платить. Это сфера туризма, там не всем. Теперь физическим лицам говорят, что ну, а вы можете взять отсрочку на 3 месяца. Ну, хорошо, 3 месяца прошло. Получается, что вы двукратную сумму заплатите, но вы же сейчас не работаете. И вы доходы не получали вот эти все месяцы. Вопрос, а откуда вы заплатите, когда карантин закончится, и вам дадут еще 3 месяца на срочку? Откуда вы заплатите? Это вопрос не решается. Вот смотрите, я вам просто цифры сейчас только говорю, что произошло и происходит в нашей стране. Вот я данные возьму. Если за февраль месяц, да, февраль месяц данные я просто возьму, просто поразительные. Оборот компании за февраль месяц составлял свыше 3 миллиардов тенге разных услуг, на такую сумму эти предприниматели оказывали услуги. А что получилось в апреле? 7 миллионов тенге. Вы представьте себе, было больше 3 миллиардов, стало 7 миллионов. то есть, здесь разные оценки показывают, что среднесуточный оборот так называемых пострадавших секторах, это кафешки, рестораны, все прочее, если у них у них был оборот суточный, 107 миллионов тенге, сократился до 798 тысяч тенге. То есть, их оборот сократился более чем в 100 раз. Вдумайтесь, более чем в 100 раз. То есть, значит, что после выхода из карантина, если правительство не предпримет реальных действий, мы ожидать будем банкротства, потому что у этих предприятий не то, что не будет возможность заплатить отсроченные выплаты налогов или там аренды других платежей, они вообще ничего не смогут заплатить и вот 3 миллиона человек, их работа, их жизнь становится под вопросом. То есть, когда я начал анализировать, все оказалось хуже. Понимаете, я глубже начал анализировать, я пошел от нефтяной отрасли, от газовой и все прочее, под цепочки вышел, что где-то 1 миллион человек потеряет работу, но оказалось все трагичнее. Смотрите, цифра. Сейчас под угрозой малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели, один, не 1 миллион человек, 3 миллиона человек. Вы представляете, масштаб того, что происходит. Гигантский, страшный масштаб. И я уверен, что руководители этих предприятий, индивидуальных и все прочее, они сейчас и думают, что делать, как выжить. И вы видите, между городами, поселками и так далее стоят блокпосты и никто ничего не делает. Вот, к сожалению, вот такая трагическая ситуация. Я просто вам перечислю. Смотрите, в 36 сферах деятельности, вот у меня это официальная статистика, объем продаж сократился в 20 раз. То есть, 20 раз меньше оборот. Соответственно, если меньше продажи, они не могут оплатить аренду, не могут выплачивать заработную плату, не могут платить налоги. Смотрите, простые, известные, да? Туристические агентства разорились. Самолеты не летают, люди не летают, бизнеса нет, они сидят, у них люди, они арендуют офис, платят за лихт энергию, все, бизнеса нет. Все туристические компании считают, что разорились. Дальше, фитнес-клубы, это когда вы имели деньги, вы ходили, занимались спортом, это в основном городах, все разорились. У них оборудование там стоит, они арендуют помещение, там люди убирают, заработную плату получают, инструктора, бухгалтера, директора, разный персонал, все, бизнес кончился. Техослужные и ремонт автотранспортных средств то же самое. Сейчас все стоит, они тоже все оплачивают, все стоит. Рестораны различные по услуге и услуги по доставке продукт питания. Смотрите, даже вот в театрах техническая поддержка при показе спектаклей люди тоже потеряли работу. Предоставление услуг гостиницам, ремонт обуви, разные рекламные агентства. А что рекламировать? Вот вчера со всеми рекламной компанией работали, продвигали банки, предприятия, рекламировали товар. Сейчас все стоит, они потеряли работу. Там же тоже люди работают, они офис арендуют. Услуги по перевозкам. Кто занимается частным извозом? У меня задают вопрос, а что будет с нами? Ну сейчас если у людей не будет заработной платы, нет доходов, они только кое-как перебиваются на продовольствие, значит люди не будут ездить на такси. Значит бизнес тоже закроется полностью. Разные строительные монтажные работы. Если у людей опять же денег нет, нечего ремонтировать, заказов не будет. И вот когда ты начинаешь детально все это смотреть, картинка к сожалению ужасающая. И конечно же она была наверное была бы не такая, если бы например президент Акаев или премьер министр мамин, они вышли бы и рассказывали бы мы сделаем вот это будет такое-то финансирование и все прочее. Наверное это было бы внушало бы оптимизм, веру и надежду. давайте мы сейчас разберемся что же все-таки предлагает Такаев. Ну я сначала хочу разобрать ситуацию что есть что делает правительство а потом уже перейти к вопросам. Итак Такаев объявил что якобы будет поддержка бизнесу там какие-то налоги они отложат до 1 октября. Какие-то налоги будет предоставлена отсрочка до 1 июня этого года. Ну что еще? Ну давайте вернемся к известным его предложениям. Такаев заявляет что мы поможем аграрному сектору. А вы из этого списка вопросов которые пришли вы поймете а действительно ли это помощь есть. Говорит вот мы сделаем скидку и дизельное топливо будет продаваться по 165 тенге ну скидку как бы сделает 15% по-моему ну цена то это январь этого года то есть и эту сумму которая компенсирует 15% выплатит кому со стороны государства около 100 миллиард тенге Тимуру Кулебаеву который контролирует весь объем нефтепродуктов в нашей стране и вот это преподносит что будет поддержка таким образом сельского хозяйства ну там еще компания государственная типа Казагра якобы 70 миллиардов тенге выделить кредит аграрным компаниям по так называемой пониженной ставке 5 годовых по-моему ну собственно и все вот первый этап а теперь вот вопрос спрашивается а зачем такая помощь нужна аграрникам вы просто сделаете цену на нефтепродукты рыночной а что значит рыночная цена на нефть упала если в шесть раз уроните цен на нефтепродукт вообще откройте рынок и цена на нефтепродукты упадет в 3-4 раза то есть вместо там 190 тенге просто делите на 3 будет цена какая 60 делите на 5 будет и того меньше но представьте себе 190 вы делите его допустим на 3 да где-то чуть больше 60 тенге будет у вас 1 литр дизельного топлива это если действовать по рынку если Такаев не будет там административно устанавливать цены а теперь он говорит я вам дарю эту скидку какая цена получается 165 то есть даже когда он типа помогает он не помогает он вредит потому что они монопольно так установили цену на нефтепродукты на бензин на топливо на дизельное топливо что это приводит к тому что вы реально получаете дизельное топливо очень дорого это разве помощь это грабеж это натуральный грабеж вот что значит какая помощь теперь он говорит что будут помогать бизнесу давать какие-то кредиты но что-то я не слышал чтобы бизнес там как здесь говорится 400 миллиардов 600 миллиардов суммарно до 1 триллиона получил займы вы слышали вот как 42 500 деньги помните мы как долго долго искали это о чем говорит что если деньги даже и будут выделяться они просто сделают между собой раскидает между своими предприятиями и основная масса ничего не получит немалый средний бизнес вообще никто более того они же говорят давайте сохраните рабочие места ну а как вот например туристическая компания сохранит места рабочие самолету не летает клиентов нет и у него сотрудники у туристической компании значит ему налоги отложили до октября даже пускай до конца года а у него доходов нет как он будет оплачивать заработную плату людям ну тогда вы мне задать вопрос а что делать я привожу простой пример когда европейских странах государство покрывает расходы на тот период кризиса как минимум на три месяца как минимум на три месяца просто выплачивает 70 или 80 процентов а где и 100 заработной платы ну почему англия может почему германия может другие государства могут а казахстан не может они же могут и никто об этом не думает одним словом я вот читаю здесь никакой помощи нет более того такая говорит что вот надо микрокредитным организациям и банкам продлить кредиты плюс 90 дней ну я здесь цифру посмотрел интересная цифра вот смотрите у нас кредитов заемщиков в стране 7 миллионов 7 с половиной миллионов заемщиков 7 с половиной миллионов а даже по заявлению правительства в реальности физические лица получили чуть больше одного миллиона человек из 7 с половиной а вот малый средний бизнес получили всего лишь 9800 субъектов а их более миллион вот представьте более миллиона предпринимателей пешек а получили всего лишь там чуть более 9000 эту отсрочку за которую еще нужно будет потом заплатить проценты просто они сейчас не платят это разве помощь ну и соответственно мы так понимаем что если помощи нет что ожидает меня задает вопрос что нас ожидает ожидает то если правительство не помогает бизнесу не решает самые простые вопросы акиматы доят акиматы не решает вопросы но мы же сейчас видим как долбят полицейские трясут бизнес мы все это на себе каждый вы кто занимается бизнесом это каждый день ощущаете значит что будет это значит под угрозой 3 миллиона рабочих мест вот о чем идет речь что это значит 3 миллиона рабочих мест под угрозой это значит самые удивительные вещи же если они не помогают бизнесу значит те не будут платить налоги бюджет страны а если они не заплатят налоги бюджет страны то будут проблемы с пенсией учителя врачи полиции армия то есть удивительная вещь полиция если сегодня защищает эту власть то завтра у этого режима не будет денег на выплату заработок плат полицейским понимаете это же абсурд это о чем говорит о том что нами управляют неадекватные люди поэтому вот собственно такая к сожалению плохая ситуация а теперь я хотел бы продемонстрировать это на вопросах давайте мы теперь обсудим вопросы вот пишет мне подписчик задал вопросы позвонил однокурсник мужа учились вместе в темирязьской академии живет возле чилика преподает в колледже бывшем правтехучилище готовит трактористов комбайнеров а также занимается фермерством вот теперь послушайте внимательно что получается фермерским хозяйством не дают воду для полива объясняя это карантином он говорит что если не дадут воду урожая не будет в этом високосном коронавирусном году и спрашивает вот скажите где логика где коронавирус и где вода для полива какая связь эти фермеры не просят вообще ничего у государства вообще ни поддержки ничего просто дайте возможность полить землю этой водой и что получается государство в лице полицейских все прочих воду не дает не помогает ни семенами не заставлен фактически они платят за аренду земли и все прочее платят заработную плату своим сотрудникам государство просто воду не дает а вы видели же что происходит на юге капусту выращивать не могут его вывести все гниет но я вам вчера рассказывал как англичане из Румынии самолетами привозят людей их аплодируют встречают вы понимаете куда все это ведет это приводит к тому что мы осенью будем сидеть в разбитого корыта и в аптечке наступит голод и вот дальше смотрите еще вопрос ну спрашивается Космужумар что здесь происходит почему вы воду не даете я просто поражен теперь смотрите что получается еще следующий вопрос интересный мне задает следующий вопрос тоже говорят что вот сейчас я открою этот вопрос удивительный вопрос люди производят разные фрукты овощи на цветы на продажу и так далее они говорят что земли там у них немного совсем 12 соток я удивляюсь как они это умудряются на плаву держаться так вот они говорят что в связи с карантином не могут проехать блокпосты сезон посева посадок посадки начались и спрашивают а может ли это правительство разработать разные пропуска чтобы они могли ездить в город продавать вы же видите там они наставили бетонные тумбы никого не завозят вот тоже нужно только взятку 30 тысяч тенге дать полицейским проскочишь может быть но вы представляете люди производят продукт они не могут привезти и фактически разоряется и просит всего лишь одну вещь дайте нам доступ в город это как это ну я здесь в европе живу же вижу свободное перемещение грузов никто ничего так не блокирует это же жизненная необходимость вообще вот все что касается одежды мебели продовольствия вообще никто не тормозит никакие блокпосты не могут задерживать это же до какого абсурда нужно довести что стрелять себе в ноги представляете ну и мне разные вопросы задают вот смотрите какой вопрос интересный спрашивает вот я арендую кафе и сейчас в карантине не работаем у меня вопрос стоит ли работать после карантина аренду подняли говорит в летний период и спрашивает будут ли у людей деньги чтобы питаться в кафе кафе арендуя на 50 мест хозяин уступки не делает как быть этим летом ну я могу так сказать что тот кто вам не сделает уступку он останется с пустым кафе и разорится поэтому я уверен что предприниматели у них головой все в порядке в отличие от наших чиновников во главе с Тукаевым с Назарбаевым нынешним примером я уверен что скидка будет но к сожалению бизнес такой будет испытывать проблемы почему проблемы потому что у наших людей нет денег потому что все свои деньги они потратят на выживание в условиях карантина поэтому когда наступит лето ну все прогнозы я посмотрел заключение по российскому рынку по нашему я вам может скажу так половина бизнеса как минимум вымрет половина это кафе рестораны туристические бизнесы все прочее они вымрут то есть как вымрут они не смогут работать сотрудники их не будут получать деньги значит если они деньги не получают будут проблемы они будут мало приходить парикмахерский они вообще не будут ходить в кафе они вообще не будут покупать одежду и так далее будут пользоваться тем что есть они будут не будут пользоваться никакими услугами потому что половина бизнеса вымрет в этом секторе и значит под ваш бизнес под угрозой вы его откроете и если у вас вчера было в вашем кафе 50 человек например посадочных мест то наверное в этом вашем кафе будет ходить там ну 10 человек ну может быть 15 вот собственно вот такая ситуация будет по кафе давайте я дальше подвигаюсь по вопросам у меня спрашивает человек который занимается мебелью он говорит что занимается уже 10 лет производством мебели 10 лет представьте 10 лет человек занимался этим бизнесом теперь у меня спрашивает прогноз по бизнесу что он говорит действительно у народа нет денег спрашивает что делать с работниками у него 10 человек у него аренда помещения и спрашивает неужели банкротства я не могу прям точно сказать потому что я должен знать в каком городе там какого типа мебель продается чтобы очень точный вам прогноз дать по вашей деятельности но я уже выговорил что у людей не будет денег и соответственно половина бизнеса вымрет в том числе такого типа как ваш бизнес но конечно же многие из вас меня спросят вы такие мрачные прогнозы даете а что же делать что нужно делать вот если бы сейчас косможумар сделал бы те вещи которые мы ему сказали месяц назад мы в начале марта объявили о тех срочных мерах которые необходимо сделать чтобы спасти бизнес потому что ну представьте себе когда миллион людей и несколько миллионов человек когда бизнес распадается они теряют рабочие места компания закрывает свой офис и так далее собрать же завтра это очень сложно заново а те меры которые мы предложили они как раз и позволяют держать бизнес на плаву какие мы предложили чтобы правительство на тот период карантина ну предполагало что это будет месяц каждому гражданину заплатило по 50 тысяч тенге включая младенцев тогда семья в зависимости от членов семьи от 200 до 400 тысяч тенге получает в принципе этих денег достаточно чтобы на плаву держаться в течение одного месяца и тогда эти люди были бы в состоянии поддерживать возможность оплачивать разные услуги за электричество ну не знаю за телефон и тогда вся эта инфраструктура работала это же цепная реакция если человек не способен заплатить за аренду квартиры то тогда владелец этой квартиры кто вам сдал в аренду он разоряется или тоже испытывает проблемы если вы не платите за электричество при этом когда не платят миллионы значит электростанции которые производят электроэнергию тоже начинают испытывать проблемы их сотрудники не получают заработную плату а если они не получают от вас деньги они не могут заплатить за уголь за перевозку этого угля железной дороги значит к чему это приведет приведет к тому что эти электрические станции начнут останавливаться электроэнергии не будет поступать электроэнергии не будет поступать лифт не будет ездить насосы не будет воду качать то есть вы понимаете какая цепная реакция сейчас угрожающая и вот чем больше правительство Токаева тянет не принимает быстрых решений тем цена вопроса становится больше и больше и вот вы мне когда задаете вопрос а что же делать я мебельный бизнес веду что делать к сожалению нынешняя ситуация такова что зависит очень много от самого государства и если вы будете ждать просто надеяться что кривая куда-то вынесет ничего не изменится что мы должны требовать мы должны требовать чтобы это правительство действительно заплатило каждому по 50 тысяч тенге это минимум мы я имею ввиду и бизнесмены в том числе должны требовать чтобы государство помогло бизнесу всем людям которые имеют кредиты а их 7,5 миллиона человек где-то приблизительно необходимо за три месяца покрыть их процентные расходы банком тогда банки на полову стоят тогда вы можете свои вклады забирать и не переживать понимаете это международный кризис и государство должно это делать потом бизнесу нужно реально помогать закрыть их процентные расходы перед банками чтобы фактически они только банки получили проценты опять клиент стоит на полову вот эти компании малый и средний бизнес тоже как-то на полову держится ну и когда эти люди получают деньги когда они не могут действовать работать не могут они же оплачивают разные услуги значит завтра и эти деньги попадут к вам что делать что делать скажете вы нужно требовать вчера бизнес ну как-то на плаву был зарабатывали свой кусок хлеба вы считали что вы далеки от политики я не политик я не буду заниматься политикой так многие из вас говорили и продолжают говорить но ситуация такова что если вы сейчас не будете оказывать давление массированное на правительство вы действительно уйдете в банкротство а все те кто живет в аренда квартирах вы вынуждены будете покинуть и количество бездомных и так далее вы просто их пополните вот такая ужасающая обстановка чтобы вы понимали я никого не запугиваю я вам просто говорю реальность теперь еще серия вопросов да вот я привел примеру привел с водой в чилике воду не дают привел привел пример когда люди производят аграрную продукцию не могут довести тоже опять всякая блокада стоит я привел пример в виде вопросов мебельщик которые говорят а что делать я объясняю что надо делать и вот смотрите мне задают вопрос те кто сдает в аренду свою квартиру говорят что вот люди которые там у них снимают квартиру они говорят мы на карантине у нас денег нет дайте нам отсрочку вообще давайте мы вам не будем платить у меня спрашивают те кто владеет квартир а что нам делать ну это целый бизнес кто-то скупал квартиры сдавал посуточно это большое направление индивидуальных предпринимателей он нормальный бизнес он во всем мире существует кто-то из этих предпринимателей покупал квартиры приводил их в порядок делал их гостиничного типа или просто для того чтобы сдавать в аренду это целый был бизнес я говорю еще раз повторяю это нормальный достойный бизнес которым занимаются многие люди но теперь ваши клиенты они не в состоянии оплачивать и что делать вы у меня спрашиваете ну я вам скажу следующее как предприниматель у вас нет выхода как сделать им скидку или даже может быть не взимать плату на какой-то период потому что на самом деле что получится на самом деле получится что вы выгоните того человека или семью которая арендует и завтра вы не сдадите вообще тогда вы сами будете оплачивать коммунальные услуги и все прочее вообще ничего лучше сделать и скидку дайте возможность облегчения потому что государство не помогает но вы сами себе помогите не им и даже этим людям а вы с точки зрения своей выгоды ну вы потребуете ту же самую аренду к плату человек скажет я не могу заплатить ушел я вас заверяю что в ближайшие минимум три месяца реально и шесть и больше вы вообще не сдадите свое жилье вообще никому поэтому хоть за какие-то деньги сдайте понимаете и у меня здесь такого же типа вопрос задают что человек занимался такого рода бизнесом сдавал квартиры и говорит что вот он занимается посуточной арендой квартир теперь говорит карантин город закрыли квартира говорит его пустует этого человека он его сдает в аренду видимо дороже и где-то снял дешевле спрашивает что делать живем на съемной квартире налоги нечем платить и так далее уважаемые друзья я вам следующее скажу объективно ситуация следующая вы сейчас даже если когда карантин закончится думаете что вы сдадите квартиру кому-то к сожалению вы его в основном не сдадите какой-то маленький процент наверное сдаст но в целом не сдадите поэтому надо сейчас срочно пересматривать свою позицию возвращаться в свою квартиру уйти со съемной квартиры искать каким образом снова заработать на жизнь считайте что мы вернулись в начале начала 90-х годов и тот кто не будет сидеть на месте кто будет предприимчивый кто будет бороться за свою достойную жизнь тот чего-то добьется а если вы будете сейчас ждать чего-либо считая что все изменится я вам сразу говорю прогнозы очень плохие у меня спрашивает как поведет себя тенге помните я в начале марта прогнозировал что цена нефти уйдет до 20-15 а реально уйдет разные эксперты говорили обвалится ниже 10 долларов за баррель к сожалению вот мои прогнозы подтвердились сейчас казахстанская нефть юрлс вообще вот здесь сейчас они пытаются продать они в отрицательное они должны доплачивать за то что кто-то покупает долгосрочные контракты сейчас 10-15 вот такой промежуток и он еще будет падать будет обвал в апреле и в мае будет сильнейший обвал нефтяная отрасль еще будет долго подниматься по разным оценкам минимум полтора года понимаете поэтому сейчас будут на рынок труда выходить миллионы и у вас будут большие трудности и нужно возвращаться в свою квартиру находить возможность зарабатывать по-другому вот у меня опять сейчас еще интересный вопрос да опять же спрашивает по нефтепродуктам по бензину и так далее ну давайте мы что будет задают такого рода вопрос как этим бизнесом заниматься вообще что делать предприниматели давайте я вам напомню что палату предпринимателей от Амикен возглавляет Тимур Кулебаев но они же собирают с бизнеса деньги помогают они должны лоббировать ходить правительство долбать вы слышали чтобы Тимур Кулебаев долбил правительство и говорил давайте спасать бизнес и людей я что-то не слышал я думаю пришло время предъявить ему требования чтобы Тимур Кулебаев прекратил там таскать телок из разных стран летать на своих самолетах ему пора работать раз он такое место зарабатывает и держит такое место ну давайте спросим он 30 лет грабил страну сидит в палате предпринимателей налоги разные специальные придумали из бизнеса берут что делает палата предпринимателей и вообще если он делает что-то для бизнеса уважаемые бизнесмены давайте ему первый вопрос зададим зададим почему цены на нефтепродукты не упали в три раза четыре раза как во всем мире это же сразу уменьшает ваши расходы на бензин на дизельное топливо и предприниматели начинают легче дышать они себестоимость товара понижается где руководитель торгово-промышленной палаты Тимур Кулебаев мы должны ему вопрос адресовать я про правительство даже не говорю но мы должны наверное Тимуру Кулебаев вопрос задавать он контролирует рынок нефтепродуктов бензина топлива и все прочее а где с его стороны действия человек который обязан это делать я вам просто хочу сказать уважаемые друзья сейчас все нефтеперерабатывающие заводы они уже переполнены они уже захлебываются от этих нефтепродуктов захлебывается потому что сбыта нет он скоро утонет в этом бензине утонет и наступит момент когда этот бензин ему вообще будет некуда даже бесплатно давать потому что все вымрет люди поставят на прикол свои автомашины и потому что у них не будет денег на оплату поэтому мы сейчас должны с него требовать когда мне спрашивать что делать первое мы должны оказать давление на правительство принудить чтобы правительство заплатило людям по 50 тысяч тенге мы должны принудить правительство чтобы они заплатили проценты по кредитам как минимум за три месяца мы должны принудить правительство чтобы Кулебаев снизил цены на нефтепродукты в несколько раз по рынку не потому что он делает подарок потому что цены на нефть в мире упали на нашу нефть минимум в 6 раз вот что мы по крупному даже сделаем уже будет легче уже как-то бизнес будет на плаву ну и потом у меня сейчас вот один из вопросов спрашивает почему банки нам не списывают проценты почему нам не делают отсрочку как же так вот такая сказал тут у меня даже интересная цитата есть когда он заявил что теперь все будут отсрочки все прочее да ну давайте поймем делается или нет да ну вы же знаете что банки отсрочку не дают если дают на него процент накручивают я вчера объяснял что в реальности банки не могут это сделать потому что они берут вклады у населения и потом дают кредит предпринимателям если они делают отсрочку тогда они должны по вкладам отсрочку сделать если с вас не взимать проценты они должны не отдавать проценты вкладчикам понимаете вот такой круг что поэтому мы предложили это очевидная мера ведь во всем мире так происходит это государство оплачивает проценты государство покрывает расходы этих людей бизнеса банки получают деньги и все и никакого конфликта нет вы же видите поэтому когда у меня спрашивают почему я говорю мы должны все эти вопросы адресовать Токаеву и премьер-министру в первую очередь так у меня еще тут серия вопросов меня опять посоветов посоветов нам делать посевная работа у них закончились что делать им уважаемые хлопковики я сегодня посмотрел объем ваших продаж то есть там менее 300 тонн отмене трех трех тонн чистого хлопковолокна я посмотрел статистику ну там порядка в лучшие годы на 100 миллионов долларов были продажи вообще в хлопкопроизводстве вот именно зона хлопкопроизводства живет минимум полмиллиона человек ну что такое и вот продажи 100 миллионов долларов если расписать на одного человека 100 долларов получается 100 тысяч человек если в этом производстве заняты они зарабатывают всего лишь 100 долларов за весь сезон от весны до осени ну очень просто считается если объем продаж на экспорт 100 миллионов долларов а реально 70-80 если на 100 тысяч человек поделить эти деньги 100 тысяч человек 100 миллионов это сколько получается ну тысячи долларов на сезон представляете это где-то с февраля с марта люди начинают работать заканчивают в октябре в ноябре и они там суммарно вот за этот длительный период если поделить на 100 тысяч человек они даже 100 долларов в месяц не зарабатывают то есть это бизнес получается убыточный ну и вторая неприятная новость осенью будут проблемы со сбытом хлопка почему потому что экономика мира встала спроса на хлопок практически не будет или будет меньше и это все приведет к тому что вы не сумеете сбыть эту продукцию сейчас ну а если а говорить о будущем ну представьте что вы сейчас производите всего лишь ну 15-20 центров с гектара ну около полутора-двух тонн получается я посмотрел но я это и ранее знал в китае например в сенцзяне производят до 12 тонн приблизительно ну в 6 раз больше чем то что производится в казахстане в израиле 5-6 тонн с гектара ну получается что урожайность хлопка у нас минимум в 3-4 раза меньше чем аналогичные производители которые производят хлопок в мире в 3-4 раза значит что значит чтобы наши аграрники производящие хлопок были эффективны нужно им поднять урожайность это очень просто делается самое удивительное что мы будем в будущем делать капельная система орошения в израиле дает 5-6 тонн а мы заливаем это водой почва засаливается и там копни на полметра вниз и там вода уже потому что вся вода уходит почву каждый год каждый год грунтового подвода поднимается вверх и все и у вас низкая урожайность засаливание почвы и все прочее и соответственно низкая ну сборы очень низки потому что северооборот не совершается каждый год на эту землю истощается истощается в мире это же меняет меняет культуру и все прочее сейчас я могу сказать что ваш бизнес неэффективный мы его сделаем эффективным когда перейдем на капельную систему орошения когда мы будем соблюдать северооборот добьемся большей эффективности производства а сейчас к сожалению осенью наступает ситуация осенью будет следующая ситуация что свыше полумиллиона человек произведут продукцию у которой не будет сбыта и фактически приблизительно 700-800 тысяч человек вот в этом регионе они будут на грани голода это все будет осенью и опять вы мне зададите вопрос что делать дело спасения самих утопающих ваших руках опять же нужно оказывать давление на правительство чтобы они помогали ресурсы у государств пока еще есть но если правительство затянет то осенью нас ждет катастрофа и вот собственно резюмируя есть у меня много разных вопросов еще да но я хотел бы эфир уже затянулся резюмировать все-таки и заключить следующее что делать бизнесу уважаемые друзья сейчас чтобы на плаву держаться нам нужно требовать от правительства решительных действий второе встает долгосрочный вопрос вообще как мы выживем на него я буду отдельно отвечать я скажу следующее вы прекрасно понимаете что действующие правительства это импотенты и не профессионалы самое страшное что они не способны принимать решения решения на поверхности я говорил что в бедной Грузии после войны люди сумели разбудить творчество и энергию своих граждан и страна буквально на глазах за несколько лет поднялась и в этом смысле у Казахстана даже в условиях пандемии коронавируса даже в условиях низких цен на нефть просто гигантские возможности для этого нужно чтобы правительство действовало люди действовали и так далее но люди будут действовать правительство мы все понимаем оно ничего не сделает если они эти 42 тысячи то дам то не дам то отберу то посажу вы же понимаете если там стоят блокпосты и фактически они создают ситуацию голода предприниматели уважаемые вы должны понимать что этого от этого правительства от этого режима ничего хорошего ничего не стоит ждать более того если вы десятилетия строили свой бизнес и как-то выплывали сейчас наступил час истины сейчас уже все сейчас ваше бездействие именно политическое бездействие именно отсутствие активности гражданской активности приведет к тому что вы потеряете свой бизнес обанкротитесь будут уволены те люди которые работают в вашей компании за которых вы реально несете ответственность они как члены вашей семьи фактически сейчас точка водраздела да вы еще поддержитесь на плаву где-то 2-3 месяца я объективно скажу как произойдет созревание вас именно когда вы реально решитесь на действие немного осталось времени буквально несколько месяцев за это время вы начнете банкротиться вы не сможете оплачивать налоги вы не сможете платить заработную плату сотни тысяч людей будет выброшен на улицу только тогда вы скажете что вот да надо действовать но тогда у вас не будет бизнеса у вас ничего не будет вы будете разорены и это касается трех миллионов человек минимум которые работают в сфере малого и среднего бизнеса это время наступит буквально через несколько месяцев к сожалению уважаемые друзья если вы хотите действовать в первую очередь хотя бы как минимум вы требуете от правительства второе объективно присоединяйтесь прямо сейчас к нашей борьбе скоро мы объявим дату митинга присоединяйтесь с нашей чат и активист ДВК если вы боитесь что вас будут преследовать за участие даже в чате ДВК идите в чат движения партии Куще идите туда и в конце концов мобилизуйте людей потому что очень скоро мы будем выводить людей на улицы и очень скоро мы добьемся смены режима потому что другого способа выжить нет нет другого способа ни у кого не должно быть самообмана иллюзии никакого способа нет этот режим при 100 140 долларов за баррель ничего не решил не помог а сейчас он просто не может там собралась кучка импотентов которые не видят что делать а если видят то не смогут принимать решение потому что там они трусы и импотенты поэтому я обращаюсь к бизнесменам представитель малого среднего бизнеса у вас еще остались какие-то ресурсы сейчас нужно объединять людей и готовиться к смене этого политического строя я еще раз буду выступать отвечать на многие вопросы по бизнесу но очевидно одно у наших бизнесменов выбора нет вы стоите у стенки вчера я как крупный бизнесмен тоже стоял у стенки для себя я боролся с этим режимом я многие годы борюсь сейчас вы стоите перед этой стеной и у вас нет выбора и чем раньше вы это осознаете тем лучше всего доброго